Слава Богу! С 17 до 18 в субботу. Я буду говорить на такую очень важную тему. Я постараюсь, чтобы больше людей все-таки и наших, особенно вот именно прихожан и священников Украинской Реформаторской Православной Церкви подключилось бы к этой трансляции. Пока еще не все даже знают, к сожалению, о том, что есть такая трансляция моя. Слава Богу за предложение такое. Очень такое, скажу, очень важное предложение. Потому как через телевидение христианское можно иметь возможность говорить к сотням, к тысячам, ко многим тысячам людей. Слава Богу! И это очень важно. Я очень рад тому, что это телевидение христианское, христианский канал, он межконфессиональный, он межденоминационный. Не просто писятники, не просто баптисты или же католики, а именно общее христианское такое звучание. Это очень отрадно. Слава Богу! И, дорогие друзья, почему я рад тому, что это именно межконфессиональная, не узко церковная, не узкоденоминационная программа, вообще телевидение христианское в интернете. Потому что для христиан, наверное, сегодня, особенно в 21-м столетии, очень важно для себя определиться, в чем же мы едины и в ком мы едины. Я думаю, очень важно христианам 21-го столетия увидеть свое настоящее единство в истине, в истине Божьего Слова. Сегодня я фоном своей трансляции избрал флаг Израиля, потому как в эти дни мы молимся за Израиль, особенно мы, я имею в виду наша церковь, украинская реформаторская православная церковь, архиепискому которой я являюсь. И не только, наверное, православные обновленцы мы молимся сегодня за Израиль, особенно активно, но и многие христиане во всем мире. И, в частности, вот эта международная организация, с которой мы очень солидарны, с которой я очень солидарен, воздавляемая Джоном Хейги, баптистским пастором из Техаса. Джон Хейги воздавляет организацию, которая называется межконфессиональная, тоже межденоминационная организация, которая называется также «Христиане за Израиль». И туда входят баптисты, пятидесятники, харизмат, адвентисты, очень разные протестанты, входят лютеране, методисты, кальвинистские церкви, реформатские. А также присоединяются католические, особенно католические, харизматические общины, и харизматические православные общины. Одну из этих церквей я лично очень хорошо знаю в США, это в Сан-Августине, харизматик Ортодокс Чорч, епископ Марк Керси. Мы давно дружим, общаемся и сотрудничаем с этой церковью. Одна из самых таких прогрессивных, на мой взгляд, православных церквей в мире, харизматическая православная церковь в США в Сан-Августине, епархия Святого Креста, и также индосирийская православная церковь в лице своего архиепископа Верона Аша, Марка Инаха Аша. Я думаю, что эта вся, скажу так, православная такая структура, она сегодня тоже молится за Израиль. Мы, христиане, молимся в эти дни, молимся о Божьем таком перевороте, о Божьей реформации. И я, наверное, пару слов вначале об этом скажу, а потом уже перейду, собственно, к теме, которую сегодня и в четверг, 15 марта, я собираюсь раскрывать. Сегодня, 10 марта и 15 марта, в четверг, я буду говорить на тему, которую я назвал «Реформация православия, православная церковь и христианство». «Реформация вчера, сегодня, завтра». В общем-то, тема большая. «Реформация церкви вчера, сегодня и завтра». Об этом говорить можно очень много, и я думаю, что, наверное, не только этих два вечера будут посвящены этой программе. Я думаю, к этой теме возвращаться время от времени надо будет чаще. И много говорить об этом, тем более, как именно православный реформатор. Я очень переживаю и тружусь для именно реформации православной церкви, православной как деноминации. И также, бывая в гостях в разных христианских церквях, разных христианских деноминаций, конфессиях, я, в общем-то, молюсь о реформации разных протестантских церквей, католической церкви, проповедуя в костелах католических, харизматических в США, в Европе и у нас в Украине. И, друзья мои, конечно, я о чем хотел вначале сказать, что мы молимся за Израиль в эти дни. Кто, я думаю, многие из вас знают, многие из вас даже не просто знают, а хорошо знают, что в эти дни отмечался праздник Пурим, праздник Пурим, праздник Божьего избавления, праздник Божьей милости, знаете ли, такой, который был оказан однажды еврейскому народу, праздник спасения от, знаете ли, надвигавшегося тогда Холокоста, такого массового геноцида, истребления Божьего народа, который замышлял некто злобный Аман, такой, знаете ли, Адольф Гитлер того времени, который пытался истребить именно всех евреев, но мы читаем это в Библии, мы читаем в книге Исфирь, о том, как эта скромная еврейская женщина, ставшая царицей, Эстер Исфирь, она, в общем, Бог использовал ее для того, чтобы совершить великое чудо, она способствовала именно спасению и избавлению Израиля, и сегодня верующие также молятся о Божьем Святом Пуриме, потому как сегодня мы знаем, что, к сожалению, очень много еще евреев на земле нашей, на нашей планете, еще не знают Спасителя Господа Бога и нашего Иисуса Христа и Спасителя Иисуса, еще пока не приняли, хотя, в общем-то, и с другой стороны, много таких приняло, в частности, в США, в моей последней поездке, я проповедовал более чем в 20 штатах, в Америке от океана до океана, на севере, на юге, на западе, на востоке проповедовал, и в основном был я в мессианских синагогах, в мессианских еврейских общинах, проповедуя Слово Божье, и, знаете ли, я узнавал очень хорошие такие новости, что порядка 10% евреев в мире, в частности, в США, проживающих в Америке, в США, приняло Иисуса Христа уже, и Ишуа как Машиаха, Иисуса как Христа, как Господа Бога своего, как Избавителя своего, это очень, думаю, очень важные события даже, не только в жизни Израиля, не только в жизни еврейского народа, но и в жизни вообще христианства, в судьбе мировой христианства, потому как сегодня христиане, думаю, очень остро осознают, что мы вышли на некую такую финишную прямую истории развития человечества, мировой истории, слава Богу. И, господа, дорогие братья и сестры, конечно, как христианин, как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, я говорил об этом, и говорю, и буду говорить, что нам, христианам, очень важно сегодня, христианам разных национальностей, разных культур, разных традиций, разных деноминаций, конфессий, разных обрядов, традиций, очень важно вместе молиться сегодня друг за друга, но в первую очередь сегодня очень важно молиться за Израиль, за еврейский народ, потому как слово Господнее, слово евангельское, оно, во-первых, для Иудея, потом и для Эллина, вначале для Израиля, потом и для всего остального человечества Господь слово свое адресует. И сегодня также, почему я, как епископ Церкви, говорил об этом и говорю, о важности молитвы за Израиль, потому что сегодня мы нуждаемся в неком таком Божьем Пуриме. Знаете ли, дьявол, как некий тогдашний Аман, замышляет очень много зла, конечно, против Израиля, сегодня мы это видим, сегодня вооружаются очень многие народы, вооружаются арабские многие народы, выражаются против Израиля, против молодого еврейского государства. Сегодня тучи сгущаются над Израилем и, в общем-то, сегодня с помощью новейших видов вооружения, новейших видов оружия массового уничтожения, знаете ли, враги сегодня, антисемиты разных мастей, в основном представляющие движение ислама или религию ислама, религию ислама-фашизма, некое, вы такого знаете, или современного. Так вот, пытаются, мы будем так, в очередной раз заявляют о том, что они уничтожат Израиль. Конечно, здесь нельзя недооценивать противника, конечно, враг сегодня силен, как никогда раньше. Оману тому самому, значит, даже и не снилось, времен Пурима. Вот то оружие, которое сегодня используют современные Оманы, всевозможные диктаторы, всяких мастей, террористы, президент Ирана сегодня заявляет о своем просто безумном плане, фашистском таком плане уничтожения Израиля и евреев в мире. И сегодня Оманов достаточно много, и не только в исламо-фашизме, но и вообще в целом мире. Сегодня, наверное, как никогда у Израиля не стало, знаете ли, опоры в земном, в вещественном. Очень мало сегодня в политическом, знаете ли, опоры у Израиля, в политике мировой. Сегодня остаются, наверное, только единственные, кто бескорыстные такие друзья Израиля. Это евангельские, мыслящие, библейские, верующие, христиане разных динаминаций, конфессий. И, конечно, сегодня все евангельские мыслящие, евангельские верующие, христиане, независимо от их динаминаций, конфессий, должны, на самом деле, объединиться в молитве за Израиль и просить о Божьем Пуриме, о Святом Пуриме. Помните, когда Эсфирь, она уже решилась идти к Ахашверошу, или, как в русском сандальном переводе сказано, царю Артаксерксу. Так вот, Эстер говорила о том, чтобы за нее молились, чтобы постились. И это не просто так, это не просто дань традиции, знаете ли, традиции покаяния какого-то. Нет, это действительно элемент духовной брани, элемент духовного сражения. И я убежден, что сегодня, знаете ли, церковь Христа нуждается вот в этих элементах духовной брани, элементах духовного сражения. Сегодня, я думаю, христиане разных динаминаций объединяются в молитве, в посте за Израиль. И сегодня, думаю, должны очень серьезно подойти к этому и сражаться против Амалика, духовного Амалика. Сражаться против Сатаны, против всех его бесов, князей, господствующих в воздухе, духа противления, действующего в сынах противления. И в первую очередь, конечно же, в сынах ислама, именно в вождях ислама-фашизма. Конечно, мы должны благоставлять и любить врагов наших, но ненавидеть это зло и противостоять злу терроризму, противостоять экстремизму, противостоять духовно в этой брани ислама-фашизму и вообще терроризму как таковому. Сегодня на Израиле получаются многие враги. Сегодня ракета нацелена на Израиль и, в общем-то, сегодня мы видим, что оружие такое на планете существует, которое способно действительно уничтожить Израиль как государство. Конечно, мы видели в этой истории последних этих десятилетий, в истории Израиля, как государство, возрожденного из пепла, из небытия, будем договорить. Мы видим действительно руку Божью. Я думаю, что даже самые последние скептики, даже те из нас, что, может быть, верят в теорию замещения, даже я среди протестантов много встречал, допустим, таковых тоже, но в частности это более характерно для католических, конечно, христиан и православных нас христиан. Я думаю, что для, наверное, вот нашей динаминации, православной в целом, динаминации это еще более характерно. Чего греха таить? Я думаю, что это, наверное, как некая такая ахиллесовая пята современного мирового православия. Тема антисемитизма – это очень серьезная тема, очень большая тема. Я буду об этом тоже говорить, конечно же. И я также вывешу флаг Израиля, наверное, может быть, что-то еще сзади таким фоном в трансляциях буду вывешивать, чтобы как бы еще нагляднее иллюстрировать вот то, о чем я говорю. И я призываю тех из вас, дорогие друзья, христиане дорогие, что подключились к этой трансляции или подключаются сейчас в этот момент, если вы подключились только что, то, пожалуйста, молитесь сегодня за Израиль, молитесь за государство Израиля, молитесь за именно спасение евреев во Христе Иисусе Господе нашим, за защиту над государством Израиля, Божью святую защиту. Да, друзья мои. И говоря о теме, я избрал такую тему для этих трансляций телевизионных на христианском телевидении, в интернете здесь именно реформация православной церкви и реформация вообще христианства вчера, сегодня и завтра. Так вот, я буду говорить и о прошлом реформации, о том, что было сделано уже позитивного, негативного в истории реформации в православии, а также о том, что делается сейчас, допустим, какие, может быть, ошибки совершаем мы сегодня, обновленцы 21-го столетия, какие победы достигаем, каких побед достигаем, каких рубежей достигаем, и также завтра, какие, на мой взгляд, именно из Писания священного мы видим Божьи такие планы для реформации православной церкви и вообще мирового христианства. Слава Богу! И, дорогие братья и сестры, также прошу, молитесь об устройстве техническом всего необходимого для этих трансляций, соответствующей необходимой скорости интернета, значит, там и оборудования необходимого. Я думаю, что наши священники подключатся к нашей епархии. Я лично взял сейчас на себя вот эти вечера проводить по субботам с 5 до 6 вечера по Москве и также, значит, в четверг с 6 до 7 по московскому также времени. Но я думаю, что наши священники также будут подключаться, в частности, значит, отец Ивана Артыни, я думаю, что другие наши священники, отец Олег Плаксин, также отец Алексей, значит, другие наши братья будут подключаться к этой же теме и будут говорить о том, что сегодня очень важно в реформации 21-го столетия. Но как и историк христианства, как непрофессиональный историк, но тот, кто преподает уже историю, уже не первый год в разных библейских школах, христианских школах, знаете ли, я скажу, что, наверное, для православия как деноминации, как конфессии очень характерным является как раз именно тот самый антисемитизм. Я думаю, поэтому начать трансляцию именно с флагом Израиля за спиной, думаю, очень и очень важно. Я думаю, это некий такой, знаете ли, месседж, вызов такой определенный. И, кстати, с покаяния в антисемитизме начиналось такое обновление, или же реформация в католицизме после Второй мировой войны. И многие протестантские церкви также переживали и переживают именно такое обновление, освежение, оздоровление церкви своей, динаминации своей, конфессии своих поместных церквей именно через покаяние и покаяние в антисемитизме в частности. Кстати, друзья, когда покойный уже Папа Римский Иван Павел II, когда он говорил о необходимости покаяний католической церкви в антисемитизме, то многие, знаете ли, кардиналы, советники его говорили, что это все не нужно. Как бы зачем ссоры из избы выносить? Зачем, мол, как бы, такие публичные признания делать, покаяние такие, знаете ли, потому что это, как бы, ну, по мнению очень многих политологов религиозных и светских, это, как бы, способствовало бы именно падению и без того низкого рейтинга тогда католической церкви в Европе, в мире в целом. Но знаете, что интересно? Божье слово, оно правдиво. Божья истина, она жива. И покаяние, оно не унижает. Церковь не унижает верующего, наоборот, возвышает. Знаете ли, удивительно. Это мы видим на примере покаяния католической церкви. Я скажу, что, конечно, не разделяя многих доктрин католицизма и, значит, находя также многие доктрины ложными и очень опасными, крайне опасными, однако же есть чему поучиться. Вот из этих вот таких, на себе, процессов покаяния надо отдать должное прежним папам римским, тому же самому Ивану XXIII и Ивану Павлу II, предыдущему папе римскому, которые через покаяние, через именно вот эти публичные признания и покаяние, думаю, совершили очень важное. Очищение церкви, обновление христианства. И нам, православным, думаю, есть чему поучиться. Вот в этом, я думаю, что это очень важно. И Второй Ватиканский собор в 60-е годы XX столетия, думаю, очень хорошо показал, что именно покаяние, пересмотр истории, переписывание истории уже не в угоду сильным века сего, не в угоду каким-то чем-то амбициям, а именно на основании Слова Божьего, очень благотворно влияет на жизнь церковную, знаете ли, на моральный климат в самом церкви. Я думаю, что можно вспомнить здесь и слова ныне здравствующего патриарха Московского и всей Руси Кирилла Гундяева. Патриарх Кирилл, он московский патриарх и всей Руси. Он еще в бытность митрополитом смоленским, калининградским, управляющим внешним отделом внешнего церковного сношения тогда. Это было в 90-м году, если не ошибаюсь, или в 91-м году, как раз когда меня уже рукоположили в священники. Я служил священником не в обновленческой тогда церкви, не реформаторской, а самой обыкновенной, традиционной русской православной церкви, московского патриархата. И я служил тогда в Рязани. Меня в 91-м году руполагал Симон, архиепископ Рязанский, Касимовский, покойный уже. Так вот, и митрополит тогда Кирилл, ныне патриарх московский всей Руси, говорил, на мой взгляд, очень важные слова. Я не знаю, помнит ли он сам сегодня вот эти очень, на мой взгляд, важные слова, но я их запомнил на всю жизнь. Эти слова были сказаны в интервью нескольким таким изданием, журналом, Родина публиковал, по-моему, журнал и какой-то еще журнал. Были некоторые издания, светские, которые опубликовали интервью с митрополитом тогда, он назывался Смоленский и Калининградский. Так вот, и когда вопрос был задан митрополиту тогдашнему Кириллу Гундяеву о том, что, как, по его мнению, следует отнестись к церкви, к самой церкви православной, именно касательно еврейского вопроса, так вот, владыка Кирилл тогда сказал такие слова, интересные слова. Он сказал, что, по его мнению, православной церкви, я думаю, он имел в виду русскую православную церковь московского приорхата, или же, может быть, он имел в виду вообще в целом православие, мировое православие. Я сейчас не помню точно в контексте, как это звучало, но он сказал следующее, что, по его мнению, православной церкви следует пересмотреть отношения к евреям, к еврейскому вопросу в духе Второго Ватиканского собора. Я тогда, молодой священник, знаете, перечитывая вот это интервью, это обращение, эти слова, значит, митрополита тогдашнего Кирилла, я, в общем-то, ныне патриарха, я, конечно, знаете ли, как и многие другие молодые священники, был в недоумении, некоторые из нас радовались, некоторые из нас печалились, очень такие сложные были отношения, я бы так сказал, в тогдашнем Загорске, нынешнем Сергеем Посаде, среди выпускников семинария, среди тех, кто и поступал только лишь еще в семинарию в 91-м году, начинал учиться там, знаете ли, были очень разные такие взгляды, и некоторые хвалили владыку Кирилла, говорили, вот так держать, молодец, наконец-то есть порядочный, честный человек, который заявил, что необходимо покаяние церкви, необходимо, ну, может, не так, как бы, широко сказал это, не так это пространно сказал, но, по крайней мере, заявка была сделана мощная, я думаю, среди общего такого молчания и мычания это было нечто здравое, все-таки, сказано тогда, но многие, также и мои товарищи, тогда молодые священники, с кем я рукополагался тогда, в 91-м году, знаете ли, и служил и в Рязани, и потом, ну, и в Московской области, много друзей моих священников служило, так вот, многие были очень недовольны, конечно, этим всем, потому что, чего греха таить, я думаю, что многие-то понимают из вас, антисемитизм, в общем-то, вовсю проявляется сегодня, к сожалению, так же, в православной традиции, в православной церкви, я думаю, что мнения не только тогда разделялись, но и сегодня тоже мнения разделяются, православные священнослужители, кто-то за, кто-то против, кто-то соглашается с тем, что нужны перемены и покаяние церкви, кто-то говорит, зачем нам это все, я так понимаю, что сегодня для православной церкви в целом некое перепутье, и не только для православной, я понимаю, что сейчас, что меня в этой трансляции смотрят не только православные христиане, но протестанты, католики, я надеюсь, что христиане разных динаминаций смогут это все просмотреть, я буду об этом снова говорить и дальше, развивать тему в четверг, 15 марта и дальше, буду стараться говорить об этом, о реформации, и касательно еврейского вопроса, я буду снова и снова возвращаться, те, кто слышал мои уже проповеди, лекции последних этих лет, те, конечно, видят, что я очень-очень часто к этой теме возвращаюсь, да и, в общем-то, наша именно церковь, именно украинская реформаторская православная церковь, начиналось именно с покаяния в антисемитизме, с покаяния вот, значит, в этих неправильных вещах, на мой взгляд, конечно, небиблейских, антибиблейских. Да, друзья мои, дорогие братья и сестры, но скажу, что мы молимся со Израилем в эти дни, и, конечно, наверное, вот на протяжении этого времени, до Пасхи, да, которые так или иначе люди, многие из вас также, я думаю, знают, как время Великого Поста, так вот, в это время, к сожалению, наверное, самое такое антисемитское время, богослужебное, если брать календарное, потому как в эти дни как раз Великого Поста священнослужители, ну, часто очень проклинают евреев в своих текстах богослужебных, и в Украине это не так, может быть, конечно, и уже и явно, потому что в Украине, в отличие от, допустим, России, Белоруссии, других стран бывшего безбожного Советского Союза, в общем-то, есть очень много разных православных церквей, вот включая нашу такую, именно такую харизматическую такую, ярко выраженную реформаторскую православную церковь, даже в самом названии мы это подчеркиваем, что мы реформаторская православная церковь, обновленцы мы, но и среди традиционных церквей православных есть разные направления, московский, киевский паренхат, автокефальная украинская церковь, вторая уже есть автокефальная православная церковь, И среди таких обновленческих церквей, таких православных уже нового поколения, мы видим апостольскую православную церковь, там где меня руководили епископы, собственно, в Украине она присутствует, церковь и распространяется сегодня. Там есть священнослужители, которых я руководил также, и которые трудятся сегодня в разных регионах Украины. И это и Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь насчет города Киева и в других регионах Украины трудящиеся. В общем-то, сегодня и традиционалисты, и обновленцы православные в Украине очень широко представлены. Ну, десяток, два десятка, наверное, это и Украинская Соборная, Правная Церковь. Есть много разных православных церквей, одним словом. Так вот, и это, конечно, скажу так, как некая многопартийная система в политике, она оздоравливает атмосферу в государстве, атмосферу в народе, люди видят перед собой много разных православных церквей. В общем-то, это создает очень интересное такое, знаете ли, отношение, что ли, хотя не без сложности, безусловно, есть и случаи экстремизма и непонимания, но в целом, слава Богу, сегодня мирно и, скажу так, сотрудничество какое-то налаживается. Ну, так вот, и почему я сказал о том, что православная церковь очень разная в Украине, потому что и касательно антисемитизма, причем, если скажете, антисемитизм и реформация в целом православия. Дело в том, что для, допустим, украиноязычных православных церквей, для тех юрисдикций, что совершает богослужение на украинском языке, проблем меньше с антисемитизмом в каком смысле? В богослужебном, наверное, таком контексте, потому что, когда были переводы сделаны на украинский язык, украинской мовою, то те приходы, те общины, что служат на украинском языке, они уже не имеют этих текстов, традиционных таких православных текстов, где евреи называются там богубийцами и прочие, и проклинаются от лица молящихся плохими словами, называются евреи. И это, конечно, ничего доброго не может принести, потому как даже в Писании говорится, что проклинающий тебя проклят, благоставляющий тебя благооставлен. И я считаю, что мы, христиане, не имеем права вообще проклинать кого бы то ни было, значит, ни один народ на нашей земле. И я считаю, что вообще мы, христиане, интернационалисты, потому как во Христе Иисусе разрушены эти страшные барьеры, преграды. Знаете ли, во Христе Иисусе уничтожена вражда на кресте Господнем, на кресте Голговском уничтожена вражда, и в том числе межнациональная рознь, межнациональная вражда. И, в общем-то, ну если брать Украину, то, наверное, примерно половина всех приходов, или же около того, около половины, чуть меньше, может быть, половины всех приходов православных храмов Украины относятся так или иначе к московскому патриархату. Особенно вот с визитами, такими политическими, больше визитами патриарха Кирилла Московского, Гундяева, оно как бы стало еще более заметным. Так вот, к сожалению, именно в храмах Московского патриархата, а в России, Украине, это почти 100% фактически приходов и храмов, читаются тексты антисемитские. И, конечно, прискорбно это все, и я призываю вас, друзья, православные, католики, протестанты, кто бы сейчас меня не смотрел в этой программе телевизионной, пожалуйста, молитесь о покаянии православной церкви. В первую очередь, наверное, иерархов православных, наверное, от нас больше зависит от епископов, от священников. Хотя некоторые говорят, ну я простой сельский священник, допустим, что от меня зависит? Я вообще как пешка, я, значит, просто винтик в этом механизме. Многие священники Московского патриархата, допустим, Киевского патриархата, мне порой говорили и говорят, знаете, такие слова. Касательно вот разных вопросов реформации православной церкви, говорят обычно такие слова, как реформатору, как к обновленцу, говорят такие слова, что вот, мол, грех будет на тех, кто все это придумал. Не мы придумали все это, не нам и отменять, как бы, вот те, кто придумали все это, пусть они, как бы, и расхлебывают все это однажды пред Богом. А мы люди маленькие, мы, как бы, мало что можем, и от нас мало что зависит. Но не только сельские священники так рассуждают, знаете ли, так рассуждают порой и епископы, и даже митрополиты некоторые, с кем так вот по служебному своему долгу, будем так говорить, пересекаются. Конечно, отрадно, что некоторые православные церкви, в частности, вот Румынская православная церковь, значит, Финляндия православная церковь, Вселенский патриархат, Греческая архипископия, Элладская православная церковь, потом Иерусалимский патриархат, некоторые другие юрисдикции, Харизматическая православная церковь США, уже упомянутая, епископ Марк Керси, совершали молитву покаяния в антисметизме, и это очень важно. Я думаю, что это такой, знаете ли, очень важный посыл, очень важный такой момент реформации современной. Потому как с антисемитизма очень много начиналось чего? Нездорового, нездоровых процессов начиналось в Церкви Христовой, я об этом буду говорить, наверное, в будущих программах, у нас времени мало остается, и, в общем-то, хотелось бы немного поделиться и в целом о реформации. Так вот, но я думаю, что пришло время этой реформации, время этого великого обновления христианства, слава Богу. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, скажу, что сегодня для, наверное, очень многих, сегодня очень важным является моментом именно в реформации Церкви выяснить для себя, что такое вообще реформация, и в чем она заключается, как бы, в чем главный смысл реформации. Многие ведь христиане боятся даже этого слова реформация. Я, честно говоря, сам относился к тем христианам, что боялись, панически боялись этого слова реформация. В общем-то, реформация, это слово, оно так пугает очень многих сегодня, православных, католиков, протестантов, но, вообще-то, это, наверное, протестантов в меньшей степени, конечно, но само слово реформация, это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к основам, к хорошо забытому старому, знаете ли, возвращение к основанию. И для, в частности, православной Церкви, это тоже возвращение к основаниям, возвращение к хорошо забытому старому, возвращение именно к тому, что было, может быть, растеряно, утеряно. И еще в глубокой древности один из лидеров христианства мирового, североафриканского христианства, Киприан, архиепископ Карфагенский, святитель Карфагенский Киприан говорил такие слова, «Экклезия семпа реформанда» – церковь всегда реформируется, церковь непрестанно обновляется, всегда реформируется, так можно перевести слова Киприана Карфагенского. «Экклезия семпа реформанда» – так вот, реформанда, слово «реформация». Тогда, через 100 лет, через 200 лет после Иисуса, люди говорили о реформации. Сегодня, в 21-м столетии, мы также говорим о реформации. И если историю вообще мировую христианства представить себе, вот в виде такой схемы некой, знаете ли, то, что мы можем увидеть, что реформация – это, наверное, действительно признак жизни церкви, действительно признак здоровой церкви, потому как церковь – это не болото. И, как говорили многие христианские проповедники, включая короля проповедников, Чарльза Спирджина, что у Бога нет внуков, у Бога есть дети. И потому реформация для каждого поколения христиан актуальна. Потому что каждое поколение должно испытать некий стресс, определенный хороший стресс, осознание своих грехов, греховности, покаяние и исправление. Я думаю, что в каждой христианской церкви есть определенный, так сказать, список проблем, или же как комплекс проблем, которые надо решать. Проблемы накапливаются. И в христианстве, в мировом христианстве, мы видим очень много разных, ну, как сказать, таких проблем, которые решались. Допустим, до 16-го столетия в целом, мировое христианство, история мирового христианства, она чаще всего скатывалась куда-то вниз. Быстрее порой, порой медленнее, но скатывалась вниз. Но вот именно с начала 16-го столетия, с того самого 31 октября 1517 года, постепенно, не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но мировая история христианства стала подниматься все выше, выше, выше. И вот уже 5 столетий продолжающейся, такой, знаете ли, развивающейся реформации мирового христианства. Это уже что-то. 5 столетий постепенно церковь выруливает в евангельское такое, знаете ли, русло, возвращается к своей первой любви к Иисусу Христу, возвращается к основаниям, возвращается именно к многим библейским таким доктринам. Но самое главное, конечно, церковь вновь фокусируется на личности Христа Спасителя. Я Богу благодарен за то, что и тогда, в далеком 16-м столетии, христиане, знаете ли, да, по-разному понимавшие вот именно идеи реформации, в чем смысл реформации даже, порой спорящие между собой, там, Лютер, Кальвин, Цвингли, ну, армяниане, там, значит, и кальвинисты, допустим, спор. Но, в целом, вот те, кого мы называем протестантом, там, в 16-м столетии, они имели очень прогрессивную такую задачу, освобождение церкви от, знаете ли, очень страшных пороков, очень страшных грехов, в частности, от многобожия такого, то есть церковь христианская тогда, значит, по сути, начала освобождаться от многобожия, многобожия, выражавшегося в культе Марии и святых. Кстати, это один из ключевых пунктов реформации современной православной церкви, как и, наверное, католической. Я был на встречах харизматических католических священнослужителей, проповедовал в костелах в Европе, в Польше, в Германии, во Франции, в Америке, в США, в Австралии, проповедовал в католических общинах, католических костелах, харизматических костелах и общался с такими католическими харизматиками, которые, в общем-то, говорят о том, что в их, как бы, в их структуре, в их именно традиции, западной такой традиции, католической традиции тоже, главный акцент реформации именно на освобождении от, знаете ли, многобожия. Вот, в частности, один современный католический, харизматический французский священник в городе Лилия, это было общение, это на востоке Франции, он сказал такие слова, интересные очень даже слова, на мой взгляд, что в его приходе, в его костеле, допустим, там, когда люди отвечали на вопросы, люди говорили о том, что, значит, кому они молятся больше всего, то они молились, как выяснилось, очень многим разным посредникам к Богу. Иисус Христос был для большинства его прихожан далеко не самый главный, не самый важный в этом списке, и, конечно, это была проблема большой, и тот молодой священник, он попытался это исправить, слава Богу, и он исправлял это, он людям рассказывал о личности Иисуса Христа, что он говорил, что Иисус Христос является, значит, единственным и неповторимым спасителем, что он является именно посредником, ходатаем Нового Завета. И, в общем-то, его многие прихожане послушались батюшку молодого, священника этого, и начали молиться Господу активнее, и все меньше и меньше вспоминали Марию и святых. Дорогие друзья, и также православные многие священнослужители сегодня об этом так или иначе говорят. Недавно я общался с одним священником Московского Патриархата в Одесской епархии, который говорил в интересных словах, что, смотрев многие программы, евангельские программы на СНЛ, ТБН, на этих христианских каналах, он стал евангельски мыслить, будем так говорить, он стал евангельски рассуждать, евангельски сам лично верить, более евангельски, можно так сказать, верить. Потому что не чисто евангельски, библейски, но где-то более евангельски верить, чем традиционалистски. Так вот, и он начал своих прихожан учить именно взирать на Христа, учить молиться Христу. И знаете ли, что он мне стал рассказывать? Он мне рассказал такую историю, что если раньше его прихожане активнее молились Богородице, другим умершим святым, то сегодня, говорит, его прихожане молятся Господу активнее, и чаще-чаще заказывают молебные акафисты Иисусу Христу, и все реже-реже, говорит, встречаются среди этих заказных молебнов Богородице, другим умершим святым или ангелам. Слава Богу! Это отрадный процесс реформации. Хотя в нашей церкви, именно в Украинской реформаторской православной церкви, архиепископом которой я являюсь и предстоятелем, так вот, этот вопрос решен очень радикально. То есть в нашей епархии, в нашей архиепископии в целом, мы, священнослужители и прихожане, мы молимся только лишь Господу Богу Всемогущему. Это, на мой взгляд, очень радикально, но это очень важно. Некоторые священники напуганы православные и московского, и киевского приорхатов, и других юрисдикций православных, и говорят, что это слишком радикально, слишком радикально, говорят, ну, нельзя так радикально слишком. Даже сочувствующие священники порой говорят, надо как-то, ну, помедленнее такие программы вводить в жизнь церкви. Знаете ли, один из таких священников, как бы, сочувствующих, из таких никодимов, он даже сказал такие слова, что, говорит, знаете, говорит, ну, ну, лет там через, там, 100, 200, 300, вот церковь сама, она как-то вырулит в сторону Евангелия, она как бы сама подтянется в сторону Евангелия, и все больше и больше будет обращаться к Евангелию, ко Христу. Процесс начался не так быстро, но начался процесс этот. Но, знаете ли, господа, я не могу ждать 100, 200, 300 лет. И, знаете ли, Бог не спросит с меня за те поколения, что будут тогда. Бог спросит с меня за то поколение, которое сейчас, за то поколение православное, которое сегодня идет в ад, молясь Богородицей и Святым, будучи потерянным поколением, по сути, в растерянности поколения, потому как сегодня по-прежнему распространяются такие сочинения, как, допустим, «какому святому в какой нужде молиться» и прочие религиозные, просто-напросто измышления лживые, потому что на самом-то деле Писание говорит нам однозначно, говорит нам очень определенно, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, только Иисус Христос. И сам Иисус Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа». Некоторые друзья мои, некоторые коллеги, порой вчерашние друзья, говорят так, что «О, знаешь, ты наобщался с протестантами и сам стал протестантом, с кем поведешься, того наберешься». Я говорю, хорошо, господа, замечательно, но, говорю, позвольте, лютер еще не родился, ни Кальвин, ни Цвингли, ни кто-то еще из реформаторов, ни анабаптистов не было в помине еще, а все это уже было в Писании. Позвольте. Апостол Павел говорит, 1 Тимофею 2 глава 5 стих написано, «Ибо един Бог, единопосредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». Это первое к Тимофею послание апостола Павла 2 глава 5 стих и начало 6 стиха. «Ибо един Бог, повторяю, ибо един Бог, единпосредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». Это свидетельство Господне, Божьего Слова для всех нас. И сегодня, в наши дни, так вот выражаясь популярно, в наши дни, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, и сегодня по-прежнему един Бог и един посредник между Богом и человеками. Это человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Друзья мои, человек Христос Иисус. Это очень важно. Он взял на себя все человечество. Он взял на себя все человеческое. И Иисус Христос единственный и неповторимый посредник, первосвященник. Слава Богу. Я думаю, что в реформации, как православия, так и всего мирового христианства, я думаю, это очень и очень важное такое заявление, утверждение, постулат веры. Очень важный, на самом деле, очень важная доктрина, важнейшая доктрина. Скажу, что так или иначе, сегодня христианским деноминациям, конфессиям, очень разным церквям, действительно очень важно вернуться к своей первой любви, к нашей общей любви, к Иисусу Христу, Спасителю, Господу нашему. И потому, как кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафема, тот находится еще под проклятием. Под проклятием те из нас, дорогие друзья, что не любят Господа Иисуса Христа. И только лишь любовь к Иисусу, только лишь любовь к Христа, она спасает нас из ада. Спасает нас, исцеляет нас, освобождает нас от бесов, обновляет нас и на самом деле ведет нас по жизни земной. И однажды именно любовь к Христа приведет нас на небеса. И однажды лишь любовь к Христа сделает способными нас подняться при гласе Архангела, при звуке трубы, когда Господь наш возлюбленный вернется. Когда Иисус заберет свою церковь, заберет верующих, заберет верных своих. И скажу, что это очень важный момент. Не пропустите, дорогие друзья, посещение Господнего, явление Господа Иисуса Христа. Но даже если так получится, что кто-то из вас, возлюбленные телезрители, окажется невзятым на небо, окажется оставленным на земле на время очень страшной скорби, грядущей на эту вселенную, то не отчаивайтесь. Для вас тоже будет очень много работы и для вас будет очень прекрасная возможность все-таки послужить Господу Иисусу Христу, приводить людей к покаянию. Ведь Дух Святой уйдет, но он и останется с другой стороны. Хотя удерживающий уйдет, но Дух Святой будет как и до времени благодати наносить точечные удары силы своей. Я рекомендую посмотреть, кстати, даже фильм интересный, снятый по бестселлеру того же самого вышеупомянутого Джона Хэйги, ваптистского пастора из Техаса. Иерусалим, книга называется «Обратный отсчет». И фильм так называется «Иерусалим. Обратный отсчет». Да, дорогие друзья, братья и сестры, время остается немного этого такого вещания, этой трансляции телевизионной. Я попросил, что именно час был в субботу вечером, час был еще в четверг. И я думаю, что в четверг я продолжу тему эту, продолжу тему, названную именно «Реформация православной церкви и всего мирового христианства. Реформация» вчера, сегодня и завтра. Есть о чем поговорить. Я буду ждать ваши вопросы. Пожалуйста, пишите. Заходите на сайт украинской реформаторской православной церкви. alivechurch.info живаяцерковь.info или же в любой поисковой системе вводите украинская реформаторская православная церковь. Или архиепископ Сергей Жрувлев, ваш покорный слуга. Вводите и попадаете на наш сайт какой-то, один из наших сайтов. На нашем церковном сайте, вверху, в самом, вы можете обнаружить такую рубрику. Она называется «Тезисы православной реформации». И в этих тезисах вы можете открыть прямо сейчас эти тезисы. И там вы увидите, да, тезисы православной реформации. Вы можете увидеть 20 тезисов. Это тезисы Второго Поместного Собора Украинской реформаторской православной церкви, которые проходили в Киеве в 2003 году. И также там, на этой же страничке, в PDF формате, вы можете открыть 100 тезисов православной реформации, которые были задекларированы, прочитаны на, уже на третьем Вселенском, извиняюсь, на Вселенском, на третьем Поместном Соборе Украинской реформаторской православной церкви в 2008 году, в августе 2008 года. И эти тезисы вы можете распечатать, распространять, пожалуйста, всеми доступными способами. И эти тезисы вы можете прочесть. Если у вас возникают вопросы и возникнут вопросы, не стесняйтесь, пишите мне. Мой имейл обозначен там же, на нашем веб-сайте, значит, на сайте Украинской реформаторской православной церкви. Там же наверху, в шапочке, есть такая рубрика, называется «Церкви миссии служения». Церкви миссии служения. И вот там вы можете, открыв эту страничку, эту рубрику, вы можете увидеть в самом верху, значит, адреса наших священнослужителей, мои адреса, имейл мой, значит, телефоны. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. И наши священники, и я лично, Сергей Жуалев, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Также прошу ваших молитв о реформации православной церкви. И еще такой анонс, знаете ли, пользуясь случаем, я хочу пригласить каждого из вас, дорогие друзья, кто имеет такую возможность, в августе месяце приехать к нам в Киев на конференцию, которая будет проходить на преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 19 августа сего 2019 года. Это будет уже четвертый по счету, четвертый по счету конференция нашей церкви, четвертый собор Украинской реформаторской православной церкви. Мы ждем гостей с разных православных церквей, в частности, вот с Румынии, с Грузии, наша епархия, наша архиепископия, в частности, она распространяется сегодня не только по территории Украины, но и по территории других стран бывшего Безбожного Союза и за пределами, допустим, вот в Румынии, в США. И, в общем-то, мы ждем гостей и ждем вас, дорогие друзья. Буду очень рад познакомиться с вами. Приезжайте. Вместе будем молиться и проставлять Бога, и касаться очень важной темы, конечно, реформации церкви. Об этом будем рассуждать. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, еще скажу, тоже пользуясь случаем подзанавесток, что в апреле месяце сего года, вот уже скоро совсем, осталось меньше месяца, со 2 апреля, начиная, я провожу двухнедельный семинар, предпасхальный такой семинар, в городе Николаеве, на юге Украины, в городе Николаеве, на базе библейской школы города Николаева, семинарии, я буду проводить семинар. Более подробная информация будет в скором времени опубликована на сайте нашей церкви, я надеюсь, и в социальных сетях будет информация. Моя основная страничка на Майлеру, она, значит, по e-mail alifechurch.inbox.ru Также на Facebook будет выложена информация, вся эта. На Facebook моя страничка архиепископ Сергей Журавлев, или архиепископ Сергей Журавлев, значит, или просто Сергей Журавлев вводите и попадаете на мою страничку. И, в общем-то, наверное, пока все. До встречи, будем в контакте, будем в общении. В четверг я планирую продолжить эту тему. Реформация православной церкви и реформация христианства мирового вчера, сегодня и завтра. И я собираюсь раскрывать на основании и писания истории мировой, христианской, на примерах из истории церкви, из истории Израиля. Также очень интересные моменты, которых надо сегодня коснуться, обязательно надо знать. Очень многое. Я убежден, что христиане должны быть грамотами библейски, исторически. Слава Иисусу Христу. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Я предлагаю сейчас помолиться и от всего сердца поблагодарить Бога за этот хороший субботний добрый вечер. И благоставляю вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Благоставляю каждого из вас. Спасибо за ваше время, которое вы выделили за этот час внимательный такой, знаете ли. И думаю, в вашей жизни этот час будет не напрасным. Также, еще раз повторю, что жду вас в четверг с 6 до 7 часов. И в субботу, по субботам с 5, с 17.00 до 18.00 по московскому времени. Господь, Бог Святой, Отец Небесный, благостави Господь нас, Боже, пошли свой шалом, свамир наши сердца. Благостави Израиль, благостави еврейский народ, благостави Господь, все народы нашей земли и страдавшиеся, наши планеты. Благостави, Господь, каждого из нас сейчас. И пусть Твой мир будет прямо сейчас в наших сердцах, Господь. Благостави нас. В завершение субботнего дня прошу о Твоем благосновении, Господь. О Твоем мире, Господь. О Твоем шаломе. Во имя Иисуса Христа. И коснувшись сегодня многих тем, Господь, я прошу Тебя, Боже, Ты сам, как учитель наш, учи нас, наставляй нас. Без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой мы сможем сделать все. Благостави христианское телевидение, межконфессиональное телевидение, Господь. И пусть, Господь, милость Твоя пребудет с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь. Слава Иисусу Христу.